Приветствую вас, Илона. Вы знаете, я не увидел у вас, в вашем тексте каких-то проявлений, ну, чего-то неправильного, не увидел я в вашем тексте каких-то отклонений в поведении человека, по крайней мере, мне так не показалось, не показалось, что у него есть какие-то отклонения, то есть то, что он ведет себя неправильно, ну, или может вести себя неправильно, как-то. Вот. Мне показалось, что вы не уверены в себе. Вот я почувствовал, да, что вы не уверены в себе, что вы потеряны, что вы... вот сейчас не знаете как быть, что вам сейчас тяжело, что вам сложно, вот. Потому что непонятно, то ли вы его девушка, да, то ли вы не его девушка, то ли вы включаетесь, то ли вы не включаетесь, вот. И вы хотите какой-то определенности, значит, ну, в этой всей истории, вас, в принципе, можно понять, вот. Ну, то есть я могу вас понять, могу понять, что вы хотите какой-то определенности, вот, но может быть у вас не получается ее эту, значит, ну, ее этой определенности достичь, вот, теми способами, которые у вас есть сейчас. Потому что определенность достигается, как правило, за счет принятия решения, за счет, значит, собственной определенности. А в вашем случае, ну, ничего такого я не заметил, вот. Такое впечатление, что вы ждете от мужчины его реакции в ответ, ну, в ответ на то, что делаете вы, вот. И это, конечно, это, конечно, показатель, да, то самостоятельно решение принять вы, ну, либо вам сложно, либо вы не можете, вот, либо боитесь, вот. Вот, именно самостоятельно решение относительно того, вот, что я буду делать, да, как я буду действовать, вот. А от мужчины, соответственно, вы ждете, ну, ждете чего-то. И поскольку он не ведет себя так, как вам, например, хотелось бы, вот, то ситуация, конечно, складывается негативно. То есть вам нужно сейчас для себя решить, что вы хотите вообще от человека, именно от него, что вы хотите. От мужчины. Что вам нужно. Так вот, вы пишете, что знакомый с парнем около двух-трех лет, я всегда с ним дружил и знал, что у него есть девушка. Ну, то есть, если вы с ним знакомы, если вы знали, знали, что у него, всегда знали, что у него есть девушка. А отношение какое у вас к нему было? То есть, то, что девушка у него, и то, что вы знали, что у него девушка, это ладно. А отношение какое у вас к нему было? Почти год мы не общались, так находились в разных городах. С начала февраля мы начали с ним общаться активно по телефону, поддерживали постоянно теплые и дружеские беседы. Ну, это, конечно, хорошо, что вы поддерживали теплые и дружеские беседы, но, опять же, а какая у этого всего цель, понимаете? Вот. Что вам нужно-то во всём этом? С чего вы хотите? Для чего это всё? Лично, лично вам? Зачем? То есть, вы для него действительно друг? Или вы хотите быть кем-то больше? Для него, опять же. Понимаете? Какая история. То есть, здесь вот не совсем понятно ваша субъективная сторона в данном случае. Да? Потому что, ну, вот, то, что вы делаете, то, как вы себя позиционируете, да, оно вызывает вопрос. Потому что непонятно, на что вы изначально рассчитывали, вот, и чего вы, соответственно, хотите. Вот. То есть, это, я надеюсь, вот, то, что вы зафиксируете себе, потому что это важно. Дальше, значит, вы говорите, что активно начали общаться с ним, ну, по, значит, телефону. Вот. Но по поводу чего? Общаться. То есть, грубо говоря, вот, вы год не общались с ним, да, а потом вдруг начали общаться. То есть, понимаете, это несколько странно. То есть, должно было что-то произойти, должно было что-то случиться, а что-то, что вас, ну, объединило бы. Да, то есть, что-то, что сделало бы вас ближе, вот. А, как бы, исходя из того, что вы описываете, да, нельзя сказать, что у вас было, ну, что-то много общего. Вот. Вот. Поэтому здесь вот тоже достаточно такой интересный момент, потому что по поводу, по поводу чего вы общались, по поводу чего началось общение между вами, вот, непонятно. То есть, общение началось, а с чего, как, почему, непонятно. Сначала марта я в командировке в его городе, мы несколько раз встретились. Эмммм. Опять же. То есть, вы в командировке до конца марта, значит, вы встретились четыре раза за две недели. Ну, в общем-то, не так много, да. Вот, дело дошло до поцелуев, но звонки прекратились. Ну, вы знаете, я здесь могу, конечно, только предположить, что возможно, мужчина боится, значит, с вами сближаться, потому что опасается, что вы уедете. Вы уедете, а он, ну, он останется. Вот. И вы уедете, а он будет страдать. Вот. Поэтому он, соответственно, и не хочет с вами сближаться. Вот. А он боится, что это причинит ему боль. Вот. Ну, это, конечно, это, это, конечно, знаете, как вот, это из области предположений, безусловно. Потому что, ну, потому что слишком много может быть нюансов, вот. Надеюсь, что вы это понимаете. Но пока получается, что он просто не хочет сближаться с вами именно из-за того, что боится боли. Такое вполне может, вполне может быть. То есть, мужчина вполне может бояться, что ему будет больно и специально не хочет с вами сближаться. Вот. Чтобы потом не страдать. Вот. То есть, вам здесь нужно либо как-то получше выразить свою повис, да, то есть, сказать ему, что, ну, намекнуть хотя бы, что вы можете остаться там, или что вы хотели бы здесь остаться. Ну, вот, что-то, что-то, что-то такое сделать. Вот. Чтобы, чтобы прям вот он увидел реальную возможность, да, ну, развития дальнейшего событий. Ну, вот. А либо, ну, либо ничего не делать и остаться так. Потому что мужчина, в принципе, здесь может, как бы, себя защищать. Вот. Это. Ну, может быть, он делает это и не лучшим образом, да, защищает себя. Вот. Может быть, можно было сделать это более, ну, более вежливо, более обходительно, может быть. Вот. Но, как уж сделал. Вот. И вам остается только принять его выбор. Вот. На самом деле. Ну, давайте, да, то есть, то есть, выбор в том, что он не хочет, не может не хотеть связываться с той, кто недолго собирается быть, вот, вот, непосредственно в городе. А дальше, значит, так. Ведет он себя как джентльмен, всегда везлив. А вам хотелось бы, чтобы он был груб, груб или как? Или что? То есть, вы, когда говорите, что он, ну, ведет себя как джентльмен, вы какое отношение в это вкладываете? Вот. Вы поймите правильно, я вас не обвиняю, да, я просто хотел бы, ну, понять, что конкретно вы хотели бы для себя в этой ситуации заниматься. Вот. Вот. Потому что, пока, вот, вы описываете, ну, абсолютно нормальное развитие отношений, за исключением, пожалуй, только от того, что вы временно, вот. То есть, как бы, долго вы не будете, вот, по мнению мужчины, вот, и как он себя ведет, насколько правильно он себя ведет в этой ситуации, ну, вот это уже скорее вопрос, значит, его выбора. Понимаете, да, о чем идет речь? Дальше идем. Так, буквально через пару дней у меня день рождения пригласила его, но реакция была очень-очень сомнительная. Ну, опять же, для мужчины вполне возможно, что это просто, как бы, эээ, ну, знаете, эээ, не издевательство, да, но лицемерие, может быть. То есть, опять же, это все предположение, но, вот. То есть, он не придает, не придает этому всему такое значение, сколько, эээ, как, как, как вы. На выходные пока встречи не предлагают, не могу понять, то ли я им не понравился, это ваша неуверенность в себе, эээ, то ли парни обычно так ведут себя в начале общения. Ну, да, они ведут себя так в начале общения, правда, может быть, более активно, эээ, ведут себя, эээ, вот. Но, в вашем случае дело осознанет с тем, что вы только до конца марта. Вот. И, если честно, эээ, мне непонятно, вот вы, эээ, сами, да, вы на что рассчитываете? То есть, вот, как, как вы рассчитываете будет развиваться ваше общение, да? Если вы, грубо говоря, ну, грубо говоря, да, собираетесь уезжать через какое-то время. Вот. То есть, мне кажется, что вам нужно, ну, вот, разобраться с этим. Вот. И, желательно до мужчины, эээ, донести, вот, это, то, что, эээ, ну, то, что вы хотели бы, что-то вы хотите. Вот. Свою позицию, может быть, до мужчины просто донести, эээ, более, ну, более открыто, что ли, более откровенно, знаете как. Ну, вот, вот это то, что я могу, эээ, предположить, опять же, исходя из, эээ, того, что вы написали. Так, эээ, в телефоне я подписан как-то официально, эээ, за меня тоже смущает. Понимаете, ну, эээ, если честно, эээ, складывается странное ощущение очень, очень, ээээ, серьезное, что вы, эээ, скорее, ну, не уверены в себе очень сильно. Эээ, вот, и вот точно, и на мужчину, эээ, перекладываете, эээ, ответственность за свою неуверенность. Ээээ, вот. Вот, у вас к нему есть определенные чувства, эээ, вы эти, эээ, чувства выразить не можете, вот, ну, или не можете, или, соответственно, не хотите, или боитесь выразить эти чувства. Вот. Эээ, и, соответственно, на этом все, все стопорится. Понимаете? Вот. И этот вопрос, на самом деле, больше он к вам, опять же. Откуда, откуда, ага, такая вот сверх мотивация быть именно с этим человеком? Ага. Какие чувства у вас возникают? Да? То есть, вот, ну, что чувствуете? Вот, вы не уверены в себе, боитесь вас, ээээ, есть там сомнения, вот, с чем это все связано? Насколько вы себя ведете, ээээ, естественно? Насколько? Понимаете? Вот. Вот. Эээ, и я полагаю, что, именно, именно с этого, вот, и нужно начинать, да? То есть, чего вы хотите от мужчины? Эээ, хотите ли вы сегодня для, для него в этой ситуации? Вот. Именно для него. Не для себя, как вот сейчас вы ведете, а именно для него. Хотите ли что-то? Эээ, если да, если хотите, то просто берете и делаете это. Вот. И все. То есть, тут вариантов не особо много. Вот. Просто действуйте так, как вам вот хочется, и как нужно, как правильно для вас. И все. То есть, вы все, что можете, делаете, а вы проявляете к нему интерес. Ну, и все, если мужчина, если у мужчины есть интерес, встречник вам, он, соответственно, проявит его, если нет, то значит нет. Понимаете? Вот. То есть, как быть, чтобы что, чтобы что? Как вести себя, чтобы что? Вот это, пожалуй, самый важный момент. Как быть, чтобы что? Вы хотите, ну, вы хотите вести себя как-то. Это хорошо, что вы хотите себя как-то вести, но нужно, прежде чем как-то себя вести, да, нужно сперва, собственно говоря, понять, что вы хотите вообще. И уже потом, после этого, значит, соответственно, что-то делать. Вот. Понимаете? Вот, в принципе, так это мне видится, так это мне представляется. То есть, сперва вы отслеживаете свои цели, задачи, разбираетесь со своими чувствами и уже дальше смотрите, как себя вести. Вот. Ну, соответственно, да, соответственно, исходя из того, что вы поняли, исходя из того, что вы увидели и так далее, вот. Это единственный вариант. Потому что, если вы хотите сблизиться с ним, да, именно сблизиться, то спешить, ну, не надо. Да? То есть, ну, не надо спешить, не надо торопиться, надо давить на машину. Тем более, если вы столько времени были друзьями, и он может быть просто не готов вас воспринимать как что-то большее. Вот. Вам нужно побыть, вам нужно уехать, уехать обратно, да, то есть вот, ну, откуда вы приехали. Вот. Вам нужно уехать. Вам нужно показать мужчине, что вы его, там, например, не забыли, да, что вы его, там, грубо говоря, помните, что вы не собираетесь его, значит, забывать, что вы, там, соответственно, возлагаете на него определенные надежды, да, и так далее. Вот. То есть, большую стабильность ему покажите, большую стабильность своим отношениям. И тогда, я думаю, ситуация станет лучше, чем, чем сейчас. Вот. Мужчина к вам, скажем так, попривыкнет, мужчина к вам немножечко больше расположится, вот, и вы сможете уже с ним взаимодействовать. Вот. А у меня такое ощущение, что вы хотите решить вопрос с вашими отношениями вот за это время, что осталось до конца марта. Так это не работает. Отношение, как и чувство, это творчество, а творчество не терпит временных каких-то рамок, вообще любых рамок не терпит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.